К другим темам. Термин «инвалид» исключат из казахстанского законодательства. Его заменят понятием «лицо с инвалидностью». В соответствующие поправки сегодня в первом чтении одобрили депутаты Мажелиса. Законопроект предусматривает увеличение пособий, дополнительные выплаты для ухаживающих лиц, также сохранение очереди на жилье после 18 лет. За заседание Мажелиса наблюдала моя коллега Маржан Султумбаева. Она готова разъяснить все детали. Маржан, тебе слово. Спасибо, Марьям. Сначала хочу уточнить момент по очередникам. Согласно предлагаемому проекту, предусмотрено сохранение места в очереди и после достижения совершеннолетнего ребенка с ограниченными возможностями. Если ребенок не получает жилье до 18 лет, то имеющему инвалидность лицу надо опять вставать в очередь. Эта норма позволит сохранить очередь на жилье более 20 тысячам семей. Новеллопроекта стало и определение группы инвалидности для детей с 7 до 16 лет. Отмечу, в настоящее время распределение есть лишь в возрасте от 16 до 18. Для этой категории также увеличат размеры государственных пособий. Отмечу, еще один вид выплат появится в законе. Это пособие для ухаживающих за лицами с инвалидностью первой группы, вне зависимости от причины. В настоящее время из 66 тысяч лиц с инвалидностью первой группы, каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами индивидуального помощника. Это лица в коматозном состоянии, лежачие инвалиды и так далее. В результате принятия законопроекта пособиями по уходу будет охвачено дополнительно 24 тысячи лиц, нуждающихся в постоянной посторонней заботе. Сегодня ведутся подготовительные работы по введению нового пособия. Спикер Мажелеса отметил необходимость синхронизировать данные Минтруда и Минздрава. Все должно быть в проактивном формате, когда услуга идет к человеку, заявил Нигматурин. Не окажется ли теперь опять, что родители снова будут доказывать инвалидность своих детей, снова будут ходить по кабинетам, снова будут выстраивать в очередях? Вот в чем вопрос. Какой механизм сегодня? Наверное, все-таки в век цифровых технологий и автоматизации это вообще недопустимо. Тем более, если мы еще раз этих людей пустим по второму кругу. Необходимо эту процедуру, вот то, что касается определения категории инвалидности детей, сделать упрощенной и сделать ее в проактивной такой форме или формате. Что это означает? Напомню, данный законопроект разработан в рамках исполнения национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года. Марьян? Спасибо, Маржан. Продолжение следует...